И что самое интересное, их запрещали, запрещали, чтобы они не печатали и выступали. Я не являюсь как-нибудь, куда сказать, язычником, в том понимании, когда я, извиняюсь, не являюсь членом общинства, вероффективности и тому подобное. Я просто могу сказать, что они сохрани наши предки, у них было мировоззрение, у них не было грелиги вообще. Вот эти люди, хранители, волковые хранители не сохранили, а придут информацию о нашем с вами прошлом. И вот я именно обращаю внимание на то, что не сохранили, а не то, что обряды и так далее. Те обряды, которые наши предки используют, применяются по подобной причине, то необходимо было людям, потому что большинство людей не имело возможности, допустим, изучить материалы и так далее. Потому что большинство людей всегда жили по традиции, так вот, быть специально друг другу по традиции, чтобы создавать у народа определенные нравственные, моральные принципы поведения. Ведь наши предки почему всегда выйдут в сражениях? Он стоит рад, который, может ли вы победить, отбить рада? Никогда. Только если он в хребу, в ширину, правильно? Победить может свободный человек. Наши предки никогда не боялись смерти. Это не значит, что лишними расспекта короля, с открытыми руками, бросаясь на пулеметы от этой грузы, хотя это тоже было необходимым. Но вопрос в том, что человек, боящийся испуганности, он ничего не произвел в проще себе. Он действовать не может. И именно в религии, которая навязывает представление, что вот человек умрет, где нас живет, вот и хапает, сколько можно захапать себе. Сколько захапал, вот и подсветает. И не думает, что будет завтра. Наши предки доказывают, что завтра будет, да, они могут погибнуть, но они доказывают, что они будут воплощены заново. И если что-то не так сделано в этой жизни, то потом они сами будут за это уже раскрывать. Не только они сами. Их дети будут за это, потому что любое действие из этого человека происходит, а слава печатка не будет. Понимает он это или нет, хочет что-то или нет. И этот печаток, изменение технической, ошибки технической, передается по наследству. И потом у потомков возникает очень серьезный доход, который падает заболевание, печа, рак и т.д. Психический серьезный доход, рак и т.д. И все это передается через генетику. И это передается не только то, что человек получился выбор, но и то, что сам еще наработал, так сказать, положительная помощь. Но если положительная работа, то она тоже приходится. То есть и твой группа, понимаете, в чем отличается рефункциональная врага? Вот когда наши враги поняли, что невозможно победить в открытом беде, они стали запускать разлагающее внутреннюю. То есть пускать, что кто-то лучше другого. Да никто не лучше другого, все не лучше, не хуже, просто разные. И что каждый человек должен делать максимально то, что он сам может делать так. И не смотреть на то, а что у соседа есть, а что он как, то что он. А сразу у него машина, у него там дом, у него двери помнется, но не одно, да? Ну это же именно навязано. Никогда у наших детков не было. У наших детков люди помогали друг другу. Да это не так давно было. Вот посмотрите, кто здесь из Сибири, за Ураль. Да, понимаете, кто здесь из Сибири. Но это и есть люди. Можно сказать, даже до сих пор еще на этой территории сохранились именно ведическое мировоззрение не столь сильно было уничтожено. А почему? Опять-таки, если мы посмотрим на реальные события, не подсветка, с которой все равно не стоит. Да. Я теряю. Тут, я далеко от меня, где я могу. Продолжение следует...